Продолжаем. В Жамбылской области пришла в негодность дорога, которая была построена за 70 миллионов тенге. Трассу в Таласском районе проложили всего несколько лет назад, ну а уже ездить по ней невозможно. На дороге образовались выбоины, а асфальт и вовсе крошится. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее об этом. Дорогу Ярнозар-Когельды протяженностью чуть больше 11 километров отремонтировали меньше трех лет назад. Бюджету это обошлось в 70 миллионов тенге. Но проверку на прочность трасса не прошла. Образовались многочисленные ямы и ухабы, а асфальт буквально рассыпается на глазах. Асфальт делали, вот видите в каком состоянии. Хотя его технодзор, эти органы приняли же в эту дорогу. Везде такая яма. Невозможно проехать. Та раз съездим, обязательно ходовую делаем. Асфальт постелили, а толку нет. Долго он нам не прослужил. Образовалось очень много ям. Ездить приходится на маленькой скорости, а это занимает дополнительное время. Это единственная дорога от села Тамде до Тараза. Плачевное состояние дороги – результат безответственного отношения подрядчиков и заказчиков, считают сельчане. Качество асфальта не соответствует стандартам. Но это не помешало сдать дорогу в эксплуатацию. Нас приглашали туда в 2021 году. Антикоррупционная служба. Был совершен совместный выезд. Были отобраны керны. 14 проб, также были отобраны два мешка ГПС. ГПС мы не смогли проверить, потому что там было слишком много посторонних примесей. А керны мы проверили. Они там не проходили по толщине. Порядка 50 процентов асфальта и толщина не проходила. Гарантийный срок подрядной компании на ремонт этой дороги истёк, пояснили в районном отделе ЖКХ. В этом году разбитую трассу отремонтируют снова. Цена вопроса будет зависеть от объёма работ. Подсчёты пока не провели. А в отношении недобросовестного подрядчика и чиновника, принимавшего объект, как выяснилось, уже приняли меры. По решению суда, то Жандос и компания признали недобросовестным подрядчиком, и поэтому эта организация в настоящее время не работает. Также, как мне известно, ведётся следствие в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ Таласского района. Всего в этом году на средний ремонт четырёх дорог районного значения выделено 47 миллионов тенге. Приведут в порядок и 37 улиц сёл Таласского района. На их асфальтирование предусмотрено почти 2 миллиарда тенге. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Тимур Сиилхан, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар.